Добрый день! Компания OEM ZAP. Продолжаем обзоры на ремонт и обслуживание автомобилей. Перед нами автомобиль Hyundai Santa Fe 2013 год. Пробег примерно 75 тысяч, там 74 с копейками. Пришло время планового ТО. Человек записался, приехал к нам. Будем выполнять. Что будем пока по планам делать? Будем использовать вот такое вот масло. Кому интересно, это вот турбосин, оно 5.30, обычное, стандартное. Будем менять топливный фильтр в баке. Вот номерок, если вдруг кто-то ищет и не может найти. И часть запчастей человек вот сам привел. Не знаю, сейчас будем все проверять. Это комплект колодок наперед-зад. Привез ремешок. Вот он. Масляный фильтр, свечи. Если кому не видно номерок, ну, тут понятно и так вот он. И у нас есть два фильтра. Воздушный и салонный. Часто люди, допустим, меняют по пробегу только масло. Ну уж, я не знаю, по мне так, чем вы дышите в салоне и чем дышит ваш движок, уж обязательно надо поменять. Они не так дорогие. Сейчас эти фильтра, там порядка 350 рублей, уж можно позволить себе сделать. Для планового ТО выбрали автомеханика Михаила. Вот он он наш. Только с отпуска вернулся, отдыхал. Будет немножко вам рассказывать. Ничего сложного. Забыл упомянуть, что двигатель 2.4. Все знают его. Г4КЕ. Давайте посмотрим, что с машиной. Добрый день. С вами компания ОМЗАП. Для тех, кто проживает в немосковском регионе и не имеет возможности привезти к нам свой автомобильно-профессиональный ремонт двигателя, можете прислать транспортной компании снятый силовой агрегат. Вы оплачиваете доставку до Москвы, а мы отправляем вам отремонтированный двигатель за свой счет. Двигатель к отправке готов. Также мы пришлем полный видеообзор дефектовки ремонта вашего двигателя. Будем менять, делать то, точнее, масло, все фильтры. Человек привез еще ремень, как вам уже Станислав Юрьевич сказал. Но он не привез ролики. По роликам будем смотреть уже по факту. Снимем ремень, посмотрим ролики. Откручиваем пробку. И вывешиваем машину. И сейчас сделаем еще диагностику ходовки. Посмотрим, что по ходовке. Надо, не надо менять. Просто человек решил посмотреть. Всегда, допустим, в нашем автосервисе, если клиент не просит, но приехал на замену масла, мы делаем диагностику ходовой. Сейчас человек привез колодки и попросил нас посмотреть. Посмотрели, колодок еще более 50%. Выработка на дисках незначительная. Остановка живых, саленблоки, стойки стабилизатора, все в порядке. Но, в принципе, у него и жалоб не было. Человеку озвучили. Мы не подгружаем людей, что колодки еще 50% и можно ездить. Он говорит, нет, в прошлом году их купил. Мы вожу уже, да, будем менять. В общем, мы их заменим, расскажем, как это делается. Стандартная операция. По ремневым роликам уже Михаил не рассказал. Для того, чтобы проверить ролики, нужно будет снять ремень и послушать. Мы послушаем их. Да, послушать, шумится, пошибность вы или нет. На данный момент мы что будем делать? Начнем с чего? С защиты. Сначала надо снять защиту, чтобы целить масло. И снимаем ремень, пока высекает у нас масло. Ну, да. Вообще, вот от завода идет стандартная защита. Пластиковая? Да, пластиковая. Пыльник он же называется. Самый лучший. Ну, я вот как автовладелец тоже покупаю всегда железную, потому что пластик, она одноразовая. Первый удар, он ломается, вы его покупаете. Обычно... А здесь она уже поломанная. Можете увидеть. Ну, поломанная и, видимо, что он налетал. Вообще, в автосервисах не любят защиты, потому что часто откипают вот эти подболтами и вот заквады. Они либо откручиваются, либо кайки отломаются, вытверливаются. Понятно, что люди недовольны. Они говорят, что, типа, ну, если приехал защиты делать, и ты там несколько часов тратишь, варишь это. Но, тем не менее, лучше ставьте ее. Сейчас Миша ее снимет, посмотрим. Да, посмотрим, что там. Вторую, в принципе, можно не снимать. У них есть заводские крышечки. Но нам, чтобы добраться до ремня, проще ее снять будет. Так, ну что, сделали защиту. Сейчас откручиваем фильтр. И откручиваем пробку, сливаем масло. Соответственно, когда будем ставить защиту, она будет все помазать, все болты, чтобы в следующий раз они открутились. Побежал ручей. Смотрите, здесь есть кольцо, чтобы не пропускало, оно алюминиевое, и желательно его при каждой замене просто менять. Иначе, если его не имеют при каждой замене, видите, оно продавленное, просто оно все больше и больше продавливается, может и масло начнет сопливиться, и оно так аж крышку обжимает. Пока настекает масло, мы сейчас посмотрим ремень, что у нас, ну, чтобы не терять время. Для этого, для удобства, надо открутить боковую защиту, чтобы долезть до ремня. Кто хочет сверху, кому как удобней, мне удобней снизу. Чтобы стоять ремень, сначала надо запомнить, как он вообще стоит, чтобы потом не искали в интернете, как его поставить обратно. Здесь есть ролик натяжной, он автоматический у вас, вот, вот, надел я ключ на него, видите, он пружинный, он возвращается, оттянули, сняли ремешок с одного из роликов, и все. А ключ на сколько? Ключик просто 17. На 17, понятно. Все, вытаскиваем теперь ремень. Вот он ремень, как я говорил, он уже, видите, высох, но на нем еще особо микротрещий нет, он просто от времени высох. Вот, 74 с половиной. Ты же походил бы еще. Да, он еще, ну, походил, ну, опять, желательно новый, хуже не будет, чтобы вообще он забыл человеку про него вообще. Я понял. И по роликам. Вот они ролики. Один не гудит. Второй тоже не гудит. Вот помпа. Люфта нету. Кондиционер. Кондиционер тоже нормально. Гена. Гена? Генератор. 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 Тоже. И даже верхний, который проблемный, тоже все тихо останавливается. Потому что тот проблемный, он больше всего гудит, чем эти два остальных. В общем, ролики оставляем. Ролики оставляем старые, ставим только новый ремень, и все. Ремень, как Стас Станислав Юрьевич уже показывал. Шесть ПК, двадцать один, двадцать восемь. Ну, кто знает, двадцать один, двадцать восемь – это номинар ремня. В миллиметрах. Шесть ПК означает, что это шесть ручейков. Ручейков. Попали по всем ручейкам. Посмотрели, что у нас везде все, да, именно в ручейках стоит. Все. Ну вот, в принципе, все, ремень стоит. Ставим обратно боковую защиту, смазываем два болта, чтобы в следующий раз, даже если они у нас будут менять, люди видели, что все смазано, и ничего не сломается при откручивании. Смотрите, желательно залить масло и смазать резинку, чтобы не на сухую. Просто бывает, если на сухую, ее можно закусить. Так, кстати, нам принесли новое колечко. Вот он как выглядит, можете сравнить его со старым, видно? Все, ставим фильтр. Фильтр банально затянуть от руки. Все, сильнее не надо. Дальше, когда будет давление, он все притянется, его будет закрутить еще сложнее. Снимаем старое колечко. Видите, уже продавлено, оно просто так не снимается, приходится только перекусывать и все. Надеваем новое колечко, все новое, и закручиваем. Закручивать тоже надо, вполне разумно. Просто, если перетянуть, тянется резьба на поддоне, и приходится людям менять поддон. Если поддон стальной, а если алюминиевый? А если алюминиевый? Он лопается. Он лопается. В принципе, по маслу все. Осталось поставить обратную защиту, опустить машину. И... Не, а, извиняюсь. Машину мы не опустим, мы будем еще менять колодки. Фильтр закрутил, потом закрутил обратно. Суппорт. Достаем колодку. Она стертая. Смотрите, она начала от времени уже отклеиваться. Сейчас, секунду. Ну, хотел показать, нет, не покажу. Но она, если вы видите, здесь уже зазор. Просто ферродо уже отклеивается с железной основы. Ты же бил 50%. 50%. Давай новую сравни, там 50% будет. Давай. Че? Ну, согласен. 50, да? Смотрите, направляющие вообще в идеальнейшем состоянии. Мягенько. Но лучше будет смазать, чтобы вообще потом проблем с ним не было. Потому что у корейских автомобилей есть чуть-чуть проблемы с этим. Смазываем направляющие. Смазали направляющие, вставляем их обратно. Они хоть и были хорошо смазаны, но этим уже, конечно, не испортишь. Так, берем новые колодки. У них есть внутренняя наружная колодка. Внутренняя, само собой, это будет со скрипуном. Это износ колодки. Вы услышите, когда дойдет, чтобы не до железа, а до скрипуна, вы услышите писк, чтобы не повредить диск. Потому что диск стоит дороже, чем колодки, например, заменить. Внутренняя со скрипуном, наружняя простая, элементарная будет. И все. У нас все смазано. Диск, как уже и говорили клиенту, вот когда эти колодки сотрутся, человек уже будет менять следующие колодки, уже заменами полностью дисков будет. Потому что на них уже есть выработка. Все, сейчас сводим суппорт и собираем все в обратном порядке. Как удобнее? Мне, например, удобнее сразу два сводить. Я оставляю старую колодку и начинаю потихонечку сжимать. Потому что суппорта все новые, все вот оно двигается. Если можете, увидите, я даже вот второй пальцем не сдвигаю. Просто если когда вы будете по одному их сдвигать, один сдвигается, второй будет вылазить. Чтобы не выпал он с манжета, лучше делать вот так сразу два их одновременно. Все. Манжеты все целые. Эта ржавчина это незначительная. Все, в принципе, все. Ставим его обратно. Направляющие ходят. Поэтому у нас все легко задвигается. С этой стороны у нас все. Все осталось поставить нам колесо. Переходим на вторую сторону. Делаем то же самое. И потом переходим назад. Снимаем назад. Как с человеком и предупреждали, на следующие замены колодок он уже будет менять вместе с дисками. А когда будет на снимать диски, он посмотрит уже колодки ручника. Потому что здесь колодки ручника стоят, как раньше на барабанах было. Колодки. Видите, как мы говорили, они хорош. Но человек сказал, я буду менять. Скрипун, как и спереди. Тоже с внутренней стороны вставляется. Ну, вам видно, да, что он чуть дальше самой железной основой колодок заходит на ферраде. Все легко и просто. Тут все видите, места посадочные, все чистенько. Ничего чистить не надо. Бывает, когда очень долго ездят на колодках, все здесь в ржавчине. И это приходится все снимать и чистить. А здесь все элементарно. Просто вот, видите, все заходит пальчиками. Переходим к самому суппорту. Начинаем его сводить. Как и спереди, только здесь сзади у нас один поршень. Спереди у нас два поршня было. Поэтому вставляло колодку. Для моего удобства. Здесь вот просто поставили. И все легко. Смотрите, вообще вот идет. Не закусывает ничего. Это говорит о том, что с тормозной системой здесь в порядке. Прикручиваем. Не забывайте, после замены колодок надо прокачать тормоза. Ну, в смысле прокачать. Педали тормоза. Потому что у вас сейчас суппорта разведены. Вам надо именно накачать их в рабочее состояние. Потому что жидкость ушла обратно в бачок. А прокачивать со штуцеров это вообще не обязательно. Это миф. Все закручиваем, все затянуто. Все ставим колесо. В принципе, все. Ну что. Осталось нам здесь залить масло. Поменять свечи. Воздушный фильтр под капотом. И под капотом у нас получается все. Как видите, здесь чисто. Человек делал, видимо, мойку. Смотрите. Воздушный фильтр здесь элементарно меняется. Две защелки откидываются. Это отводится в бок. И откидывается сама планка. Вот он, воздушный фильтр. Достается. Ну, сейчас мы туда дунем воздухом. Вот он старый. Вот он новый фильтр. Не таких больших денег стоит, но желательно его менять. Чтоб машина дышала и салоны также тоже рекомендуется менять. Ну что. Продули мы там все чисто. Там и было чисто. Но, на всякий случай, продуть не будет хуже. Вставляем фильтр. Вставляем элементарно. Паз. Здесь тоже есть пазик. Вставляем обратно в верхнюю крышку. Пошло не по плану. И защелкиваем. Все. Воздушный фильтр замененный. Переходим к маслу и свечам. Видите, как помыли. Даже пластиковую крышку не снимали. Видно, что под пластиковой крышкой грязь. Пробка чистая, без нагара. Здесь желательно протереть пыль, потому что здесь, когда заливают масло, бывает чуть протекает и пыль к маслу приклеивается. Так, заливаем масло. В этот двигатель влезетесь, если не ошибаюсь, 4,5 литра. А у нас это 4, можно смело выливать. Вот 4 литра влили. Надо еще добавить. Больше максимум сейчас заведем. Сейчас вся система напитается маслом. И увидим, сколько будет в итоге. Станислав Юрьевич, запустите, пожалуйста, машину. Так, смотрите. После того, как вы поменяли масло, вам нужно необходимо завести и выставить уровень. Обычно заводят. Вот здесь вот видите, есть датчик масла, давление. Соответственно, вы заводите, датчик тухнет, глушите, проверяете уровень. Считается, что как только датчик потух, система полностью заполнилась маслом, то бишь масло стало в уровень. Все, видите, потухло, буквально 3 секунды. Глушим и проверяем с вами уровень уже масла. Достаем шуб, вытираем его, вставляем обратно. Вот мы достаем его. Видите, еще надо подлить. Видите, около максимума. Можно еще подлить, хуже не будет. И смотрите, мы рекомендуем заливать по максимуму, потому что, чтобы масляного голодания не было при высоких оборотах. Но бывают некоторые хозяева машин, говорят, надо именно середину. Ну, как говорится, хозяин сказал, мы сделали. Но наша рекомендация максимум. Видите, все четко, максимум, как раз по точечку. Вот она, минимум, вот она, максимум. Все, по маслу все у нас закончено. Как я уже и говорил, был вымытый двигатель, но когда двигатель мыли, не сняли крышку. Ну, вам это видно. И здесь осталась пыль. Мы сейчас это все продуем, ну, чтобы ничего не попало в колодце сами. Ну что, продули, откручиваем катушки. Их четыре катушки, четыре болта. Они прикручиваются к клапанной крышке. Придерживаем катушку, потому что оно все пластиковое, может сломаться. Здесь есть два вида, как можно снять катушки. Можно полностью снять, убрать их в сторону. Ну, каждую фишку, отсоединяя от них. Можно просто снять вот так. Видите, здесь ничего не перегибается. Ну, в целом, чтобы было полностью снято, чтобы мы сняли бы фишку. И они все, все легко, вот в такую сторону у вас отодвигаются. Не обязательно ломать все разъемы и снимать. Вот они все четыре катушки аккуратно сняты. Ничего, зазоров все хватает. Переходим к свечам, откручиваем. А, головка на 16, чтобы вы знали. В этих машинах в основном все свечи под ключик на 16. Вот они, наши четыре свечи. Они стояли иридиевые. По кончику видно, что иридиевые. Свечи, ну, не в очень плохом, но не в очень хорошем состоянии. Они такие средненькие. Ну, поменять их надо по регламенту, просто. Если не иридиевые свечи, то они рассчитаны на 20 тысяч. Иридиевые, тысяч на 40 с нашим топливом. Видите разницу? Ну и что, и теперь все в обратном порядке. Ставим обратную. Свечи затянули. Все. И теперь вставляем катушки обратной. Можете наблюдать, видите, зазор есть. Так что, никакие провода, ничто здесь вообще не переламывается. Все закрутили. Сейчас заведем. Посмотрим. Все, все четыре цилиндра работают, все нормально. Все, ставим крышку. В принципе, под капотом у нас все. Нам осталось сейчас салонный фильтр меняем и меняем топливный фильтр. И все, это все, переходим в салон. Что, переходим к салонному фильтру. Для этого нам понадобится открыть бардачок. Один держатель, он прокручивается против часовой стрелки на 90 градусов. И второй. Есть еще третий, который дает, чтобы плавно опускать бардачок. Откидываем бардачок. Его можно полностью снять. Сейчас вот придержу, чтобы... Вот есть два штопора. Вот он. Один, как гвоздик. И с этой же стороны второй. Он так выдвигается. Видите, вот он бардачок, про который я говорил, гвоздик. Он вставляется вот здесь. И второй же, такой же, с этой стороны. Ну, это кому как удобнее. Сняли бардачок. Так, смотрите, вот он есть зажим. Нажали двумя пальцами и потянули на себя. С другой стороны он просто вставляется вот так в пазик. Сняли. Вот он, наш салонный фильтр. Он здесь очень грязный. Вытаскиваем аккуратно, чтобы меньше царить в салоне. Вот наш новый фильтр. В нем есть направление. В направлении воздуха. В какую сторону дует воздух, в ту и ставите его. Вставляем новый наш фильтр. Там у нас ни листьев, ничего не осталось. Все нормально. И так же, все в обратном порядке. Вставляем в сторону. А здесь просто вот, все, он защелкнулся. Там защелкнули со мной. Теперь переходим к бардачку. Вставляем один сначала. И потом вставляем второй. Все, бардачок держится. Вставляем плавное опускание бардачка. Тут ничего у нас не выпало. И вставляем ограничители обратно. Все то же самое. Вставляется по-другому вы его не поставите. Тут элементарно. Все, все держится. Все закрывается. Все, салонный фильтр тоже заменен. Переходим к топливному фильтру. Чтобы заменить нам топливный фильтр, нам надо снять левую часть сидушки. Она идет со спинкой. Вот она полностью будет сниматься. Снимаем одну пластмаску, которая прикрывает болтик. И снимаем вторую пластмаску. Здесь болты под ключом 14, головка 14. Здесь два. И два еще. Сейчас покажу вам два. Здесь один тоже. Все, 14. Закрутили, б***ь. Как видите, она задвигалась. Нам надо ее брать в сторону. Сразу скажу, она нелегкая. Вот наша сидушка. У нас он здесь приклеенный. С завода. Отсоединяем разъем. Отсоединяем разъем. Убрали в сторону. Здесь, как мы видим, пыль. Это все надо будет продуть. Максимум прикрыть, чтобы меньше летело в салон. Сняли подачу. С двумя пальчиками зажали. Вот она снимается. Откручиваем гайку. Пластмассовая гайка. Открутили. Гайка. Она пластик. Достаем. Всю колбу. Здесь и насос, и фильтр. Надо аккуратно, потому что у человека полный бак. Желательно на эту процедуру приезжать, как на наиболее менее топливо в баке, чтобы меньше потекло. Ну что, переходим к разбору его. Сначала нам надо подсоединять проводки, потому что нам надо его разделить на две части. Ну, сейчас, походу, вы это все увидите. Кто занимается автомобилями, он разберется, как и что где отщелкивается. Соединяем на две части, как видите. Нижняя держится, вот защелка. Видите, вот они, защелочки. Их таких три штуки. Раз, два, три. Вот они, три штучки. Вы их отщелкиваете и поднимаете вверх. Пошелкнули, подняли вверх. Вот ваш фильтр вместе с насосом. Как можете увидеть, здесь чисто. Ну, мы еще промоем, продуем это. Все, теперь начинаем разбирать. Отклиняем от самого фильтра насос. Потом я вам покажу всякие колечки, которые надо все это смазать. Отсоединяем заземление. Делал, допустим. Отсоединили насос. Вот насос с сеточкой. Сетка тоже не особо забитая. Ну, все это мы сейчас промоем, продуем. Еще раз. Вот сам фильтр. Снимаем сейчас пару клапанов с него и все. Вот полностью мы в разборе. Теперь берем новый. Новый. Вот он наш новый фильтр. Все точно такое. Все подходит. Смотрите, есть пару нюансов. Есть вот эти колечки всякие. Видите? Это простые резиновые колечки. Чтобы их не закусило, потому что бывает, когда вы на сухую ставите, их закусывают, их желательно чуть-чуть смазать летольчиком. Потому что, как говорится, все смазано, оно сейчас все зайдет, ничего не закусит, нигде будет все хорошо сидеть. Просто были случаи, когда без смазки его закусывало. Нажимаем все колечки. Вставляется, вот защёлкивается, сейчас увидите. Также в насосе есть тоже колечко. Везде на соединениях есть колечки. Также вставляете и смазываете их. Ещё раз повторюсь, чтобы не закусило. Видите, всё легко одевается. Всё, сейчас там прочистим, продуем. У нас все колечки на месте. Это мы сейчас тоже колечко смажем, после того, как продуем. Продули, как видите, чисто. Ну, там и было чисто, на самом деле. 74 тысячи, не показатель, потому что фильтр дольше ходит, но хозяин захотел, чтобы не париться. Тоже смазываем кольцо бетольчиком. Просто если закусить, ребят, оно будет у вас долго заводиться, и не будет хватать давления бензина. Как видите, у нас всё соединено, всё поставлено, всё круто. Вы слышали три защёлки? Всё защёлкнулось, всё стоит. Здесь ещё одна, как я говорил, все соединения, все на колечках. Тоже всё вставим и всё смазываем. Смазываем. Ну и всё, вставляем в верхнюю часть. Так, ну всё, как вы видите, всё собрали в обратном порядке. Все разъёмы защёлкнуты. Все фишки тоже защёлкнуты. Теперь переходим вовнутрь. Будем сейчас его вставлять на место. Как я вам говорил, уже надо вытереть весь бензин, ну, чтобы ни запаха не было, ни потёков. Всё-таки как-то это эстетично. Кольцо уплотнительное стало больше. Видимо, просто человек говорил, что его меняли, фильтр, гиллеры, у него, походу, смазали литолом. Не пахло. Да, чтобы не пахло. Но если вдруг будет пахло, просто надо будет вот это кольцо заказать, и всё, ну, приедете. А, у вас нету, да? Не, его просто нету, его заказывать надо было бы. Не, ну я попытаюсь аккуратно всё сделать, я просто как, знаете, что не я виноватый, не вы. Я просто как, моё дело предупредить. Смотрите, как я уже повторял, это кольцо нельзя мазать литолом, ничем, оно становится больше. Сейчас я парил с хозяином машины, он говорит, ему меняли фильтр у дилеров, и, видимо, его чем-то смазали, и оно стало чуть-чуть больше. Если вдруг будет запах бензина, просто надо будет заменить это уплотнительное кольцо. Вот видите, оно чуть-чуть большеватое. Сейчас будем выставлять его ровно, в надежде, чтобы оно ни запахов, ни потёков не было в нём. Заживили, теперь затягиваем. Затянули. Вставляем обратно подачу, соединяем фишку и пробуем заводить автомобиль. Ну что, смотрите, всё проверили, всё заводится, всё нормально, течи нету, всё сухо. Собираем всё обратно. Этот обратно, тросик прикручиваем сюда, на двух гаечках, ну и ставим, в принципе, сидушку обратно, и всё. Всё, поехали. Вот перед нами с вами Андрей Михайлович, это хозяин этого автомобиля, причём, сохранившего его почти в идеальном состоянии. Попросим человека сказать, нам пару ласковых, а может быть и крых, и вам, людям, кто ещё у нас не был, может быть, и не только какую-нибудь полезную информацию. Да. Вы знаете, вот этой машине 6 лет, пробег 75 тысяч. Ну, было у меня много уже, где я побывал в ремонте, но вот этот сервис, я на него чисто случайно попал, ну, вы знаете, очень хорошо. Спасибо мастерам, очень грамотно, особенно автослесаря. Все подходят с душой, всё делают качественно. Нареканий, вот честно, не могу сказать никаких, я советую, товарищ водитель, приезжайте, и вы сами в этом убедитесь. Спасибо. До свидания. В общем, мы с вами проделали небольшое ТО на этом автомобиле. Помните, обычно, если у вас после, в частности, тут основной момент, это замена топливного фильтра, вы чувствуете какие-то неисправности, она долго заводится, или это золотое правило любому автосервису, ищи там, где лазили. Поэтому, если вы будете сами менять его, то, возможно, закусили колечки. Так, ТО закончилась. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы, приезжайте, смотрите на нас живую, либо ремонтируйтесь. Всем пока. Пока.